В Славянском филиале Кубанского государственного университета прошла встреча главы района Романа Синеговского со студентами. Она вызвала огромный интерес у молодежи и в лекционной аудитории факультета педагогики и психологии не было свободных мест. О чем говорил руководитель района со студентами смотрите в следующем материале выпуска. Называлась встреча «100 к 1», «100 вопросов к одному главе района». Разговор получился интересным и очень обстоятельным. Роман Синеговский рассказал о социально-экономическом развитии района, поделился планами работы по различным направлениям деятельности муниципалитета. Больше всего студентов интересовала реализация спортивной и молодежной политики. Не обошли стороной и тему об эпидемии спайса. Ребята высказали свое мнение, почему молодежь связывается с этой пагубной заразой. И вместе пытались найти способы борьбы со спайсом. Спорт, культура, какие-то мероприятия совместные, семейные ценности. Я считаю, что это самое главное. Внимание уделили самым разнообразным вопросам. Об устройству новых спортивных площадок, благоустройству города, организации праздничных мероприятий для молодежи. Волнуют студентов и проблемы трудоустройства, ремонта дорог, установки светофоров. Атмосфера встречи была душевной. Все принимали активное участие в беседе и свободно задавали интересующие их вопросы. Я хочу вернуться к вопросу преображения нашего города. И меня интересует, есть ли возможность создания беседок в теневых навесах в различных частях города, как зоны отдыха с бесплатным вайфами? Хороший вопрос. Мы на совещаниях по благоустройству города, по развитию уже обсуждали. У нас даже есть предложение. Есть уже буквально четыре места, которые мы наметили. И я думаю, весной вы уже ознакомитесь с этими местами. Во время беседы студенты уделили внимание и беженцам с Украины – толерантности, сохранению института традиционной семьи. Вот именно на таких встречах глава района Роман Синеговский из первых уст узнает то, какие вопросы волнуют нынешнее поколение. Общение с молодежью, общение с молодежным активом, который может сегодня рассказать что-то интересное, что-то новое, какие-то предложить новые методы решения каких-то общих проблем, социальных проблем, в частности молодежных проблем. Это крайне необходимо. После каждой встречи у нашего главы появляется много всяких интересных записей, много решается контрольных вопросов. И некоторые вопросы, которые когда-то, может быть, не обсуждались, были как-то в тени оставались, на таких встречах поднимаются и они решаются. По мнению студентов, разговор с руководителем района – уникальная возможность получить информацию из первых уст. Я считаю, что эта встреча была необходима с главой. Мы готовились к этой встрече, готовили много вопросов, которые интересовали нас, интересовали в целом всю молодежь. И самое главное, что мы получили на них ответы, что не менее важно. Безусловно, я хотела очень сильно поблагодарить Романа Ивановича за эту встречу, потому что он действительно нам дал те ответы на вопросы, которые мы хотели услышать. Они нам действительно важны. Многих интересовали такие вопросы, которые интересуют и молодежь. Очень интересные вопросы о переезде, о развитии кинотеатров, развитии клубов. Это действительно нам очень интересно. И спасибо ему, что он нашел для нас время. Встреча прошла очень продуктивно, хорошо, с позитивом. Всем студентам понравилось. Все задавали различные вопросы различной сферы деятельности, как студенческой, так и бытового характера. Поэтому такие встречи очень нужны. В завершении встречи Роман Синеговский призвал студентов добиваться на жизненном пути поставленных целей. Представители молодежи, в свою очередь, поблагодарили главу за интересное общение и пожелали, чтобы такие встречи проходили и в дальнейшем. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Спасибо.